Санкции против России не могут иметь немедленный эффект, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеф Баррель турецкому телеканалу. Правда, это не совсем правда. Эффект уже есть, но не для россиян. Вот рост цен на потребительские товары и топливо вынуждает американцев принимать непростые решения касаемо своего будущего, передает уже телеканал ABC News. Кроме того, жителей США беспокоит так называемая шрингфляция, уменьшение размера упаковки товара при сохранении стоимости. К примеру, производитель туалетной бумаги Charmin Ultrasoft сократил количество листов в рулоне с 264 до 244. Надо же, а нам рассказывали, что такое возможно только в России, когда каждый американец пока на одну зарплату может яхту купить, если захочет. В Испании в магазинах появились интересные такие объявления. Теперь продают не больше одной бутылки масла или пяти упаковок макарон в одни руки. В Германии, там где северный Рейн-Вестфалия, подсолнечное масло нормируется, муки нет, никакой никак. В Баварии в магазинах ажиотажный спрос, население кормят рассылками, советами запасаться батарейками, свечами и вообще всем необходимым на две недели автономного существования. А в Восточной Вестфалии дизель продается уже за 2,5 евро. Это при том, что даже по 1,2 евро местным вчера было типа дорого. И при этом же местные политики говорят, это просто сказка. Если два воскресенья в месяц всей страной не садится за руль, это сэкономит почти полтора процента нефти. А если отказаться еще и от всех внутренних авиарейсов, так и еще целых полпроцента. В общем, наказывают Кремль как могут, как могут. Друзья, в связи с отменой монетизации на ютюбе, продолжение нашего проекта возможно только с вашей помощью. Те 5 минут, которые вы смотрите дважды в день, это работа автора, монтажера, редактора. Мы просим вашей поддержки и помощи. Пожалуйста, поддержите нас, даже 50 рублей, это весомый вклад. Номер карты вы найдете в описании к этому ролику. Мы надеемся на вас. Заранее спасибо. Вместе победим. Но продолжим. В Италии разрешено продавать литр масла в одни руки и с барского плеча 2 килограмма вермишели. Все в той же Испании открытым текстом говорят в супермаркетах «покупайте впрок». Ну, и еще из веселого. На белорусских погранпунктах образовались очереди машин с литовскими номерами. Гости торопятся заправиться, а также купить соль, гречку и муку. У них эти товары подорожали и стали дефицитом. Хотя, напомним, именно Литва стала одним из первых инициаторов антибелорусских санкций. А непобедимый и неуловимый президент Зеленский вышел к микрофону и объявил, западные страны предоставляют Украине помощь, но не безвозмездно. Киеву предстоит за нее расплачиваться. И что тут добавить? Кажется, платить придется не только стране самых больших трезубов. Потому что раз за разом, напомним, Россия еще не вводила никаких контрсанкций, а на Западе уже все осыпается, как сакура осенью. Правда, тем временем заместитель главы Минпромторга Российской Федерации Виктор Евтухов провел совещание с представителями металлургической отрасли, на котором потребовал снизить цены на металлопродукцию. Горячекатанный прокат и арматуру пишет РБК. Товарищи производители, цены, которые сегодня установлены на основные виды металлопродукции, нас не устраивают. Цены должны быть опущены. Для этого вы предоставляете нам себестоимость своего производства. Максимум наценка, которую мы можем вам разрешить, 20%, может быть, 25%. Цены должны быть пересчитаны у всех, заявил он. Цены должны быть снижены значительно, заявил он позже, пообещав последствия для тех, кто этого не сделает. Кто из посредников не хочет, тех с рынка, в общем, далеко и может быть надолго, сказал замминистра. И есть подозрение, все это далеко не конец истории.